Вы препятствуете в оказании медпомощи человеку. Я так, я правильно вас понял, товарищ? Неправильно вы меня поняли. Ее плохо. Ее вызвали доктора. Ее осмотрит доктор, а потом вы будете с ней общаться. Понятно? Это вы мне диктуете? Я вам говорю, я ее адвокат, да. Подождите, Александр, договор покажите. Договор, я вам предъявил договор, товарищ следователь. Покажите мне его. Ее окажут медпомощь, а потом она будет с вами общаться. Понятно? Хорошо. Так, слышишь, врачи могут посмотреть, где-то кто нам предоставит? Просто я расскажу в двух словах, здесь проходит следственное действие. Пришли три адвоката неадекватных, да? А, неадекватные адвокаты, ты снял это? Зато адекватное следовательное. Чтобы преступление не сделать, должны знать врачи об этом тоже. Слушайте, вы хуже гестаповцев, реально. Продержали 5 часов женщин, которые вообще никакого отношения имеют к этому обыску. Которая стала плохо после того, как вы нашептали ей на ушко, чтобы прикиньте сейчас. Да, сейчас придут. Да, я видел. Вот, я здесь сидел и наблюдал, как вы это делали. Так что не надо никому ничего рассказывать. Я занимаюсь своими должностными обязанностями. Учились, занимайтесь. Вперед. А что составляет там? Ну нет. Он проценифицировал участницу следственных действий. То есть он показал, что вот эта вот девочка, вот эта вот девочка, она участник следственных действий. Он сказал, что здесь. Он сказал, что здесь. Я не могу ничего не говорить. О, краду стул, смотрите. Вы что сумасшедшая, девушки несут сюда. А, вы стул несете? Все. Ок. Вы так фантазируете иногда. Когда вам надо, то сам факт проведения следственных действий – это тайна следствий. Когда вам не надо, следователь говорит сотруднику скорой помощи, что тут проходят следственные действия, я вам объясняю, мне непонятно на каком основном. И это не тайна следствий. Вы объясните тогда мне, пожалуйста, что входит в тайну следствия, по вашему мнению. Он молчал. Я не актер, я вас прошу представить. Армен, тайна следствия состоит в том, чтобы прийти забрать все имущество предприятия, запаковать в мешки, не переписав это в протоколе и уехать. Вот это тайна следствия. А вот скажите мне, пожалуйста, уважаемый следователь. Александр Викторович. Александр Викторович. Александр Викторович, ну я же к вам обращаю. Вам смешно? Да. Вам будет смешно, когда вы на мене будете сидеть? Где? Вы угрожаете? Погуглите мена, напишите в интернете, что такое мена. На каком основании вы участвуете в средствах действий? Мы уже угрозы, так понимаю. От одного жата, правильно? Которого вы нам защищаете? Нет, не Ганна Нового. Мы еще не один оперативный сотрудник. Это был возможный сценарий дальнейшего вашей судьбы, ввиду того, что вы здесь делаете. Я ответил на ваш вопрос? Я понял, это как угроза с вашей стороны. Ну, если вы такой слабохарактерный, то расценивайте это как хотите. А при чем здесь слабохарактерный мужчина? Я вам не мужчина. А кто? Слушайте, товарищ бандит, давайте так, потому что вы не представились. Вы ошибались. Дверь там, вас здесь никто не держит. Если вы себя плохо чувствуете, вон врачи приедут. Какой? Делал? В буквально суд у вас и зазначил? Давай, я самую повестку. Вы указаны буквально, вы указаны, что обязаны исполнять? Нет, там указаны. А? Который что? А вы на себя? А почему вы вызываете сотрудника предприятия, какие-то повестки выручаете? Я вам рекомендую не подписываться. Вы же не совершали никаких преступлений. Мы фиксируем на видеокамере то, что человек отказывается. Это ее право ставить подпись. Она может и не ставить. Это ваше право. Я вам по Конституции разъясняю. Вы можете в нее подписываться, запомнить. Что? Наследки уважней причины не прокрутя особенного. Это затримание, отрывание, подвижение. Друга, это уважение свободы. Вы не пугайте свидетеля. Это обставленная переборность эпидемии, войсковые поддействия. Вот у нас войсковые поддии как раз идут. Война. А тут столько бог здоровый. Мешки заворачивать, вместо того, чтобы защищать Родину. А вот так, чем вы? Я, поверьте, я уже там давно. В отличие от вас. И как что, вы? Мы сейчас фиксируем. Слушайте. Вы, товарищ беспредельщик. Вы занимаетесь завязыванием, развязыванием мешком. Кто на что вы учили? Вы ошибаетесь. Мы не можем зачитать. Как что, вы вытекаетесь на допыть в якости свитка. В прямом управлении номер 32 015 1005 034 в якости свитка на допыть. Еще раз повторю. Отказывается человек, отказывается человек принимает повестку. Присылайте почтой. Присылайте почтой. Вам дали данные? Данил. Есть Укрпочта, есть какая там новопочта. Вот расскажите, как вы заходили в офис. Расскажите. Вы поделали человека, одели форму новой почты. Снимите видео, вручение повестки. Обманом проникли в офис. Да я вам не мешаю, я просто стою. Нет, вы мешаете. Ну пусть подойдет ваш карантин. Вот иди, я сюда повестку буду вручать. Снимай нормально. Так вот, вы расскажите лучше, как вы проникнулись сегодня на область. Что вы переоделись в форму новой почты. Помолчите. Вы переоделись в форму новой почты. И зашли обманным путем в офис. Четыре часа продержали эту женщину. Без врачей, без адвокатов. То есть вы нарушили право на защиту этой женщины. Не выпускали ее в туалет. Теперь вы вручаете ей непонятные какие-то повестки. Я считаю, что вы можете с таким же успехом отправить ее в почту. У вас же есть работник новой почты, в числе налоговой полиции. Я считаю, что я вручаю повестки наручно. Хорошо? Ну это ваше право, вручайте, пожалуйста. Да, это ваше право. Я услышал вашу позицию. А наше право не подписываться в документах. Я услышал вашу позицию, да. Да. А что вы мне закрываете камеру? Я не закрываю. А что закрываю? Нет. Я вам вручаю. Мы фиксируем на видео. Человеку плохо. Вы что, не видите? Номер криминально проведено 32 015 1003 50 34. Наслідками неприбуття на выклик следующее у вас... Что вы толкаетесь, товарищ старый мусор. Если свидетель, который был в основном КПК в порядке, выкликан на допыт, не появился без поважных причин або не сообщил о причине своего прибытия, на него накладывается грешовая тянь в размере 025 05 Я вижу, что человеку плохо, а вы издеваетесь на женщину. Слушайте, там скорая помощь, я вижу, что вам плохо. Идемте, вы пойдете в скорую помощь, а потом мы будем общаться с этим беспредельщиками. Что вы делаете? Человеку плохо. Человек идет в скорую помощь. Вот тут в этой комнате скорая помощь работает. Так, подъезжите, давайте... Слушайте, девушке плохо. Здесь плохо. Руки убрал отсюда. Здесь работает скорая помощь. Что значит убрал? Здесь работает скорая помощь. Да хорошо, я... Скорая помощь, вон человек голый лежит. Вы что, не понимаете по-русски? Голый человек лежит... Мы забрали человека... Девушка голая лежит на... Вы хотите голой девушке? Тише, тише, тише. Что? Что вы делаете? Что вы делаете? Вы пять часов продержали девушку? Девушка спокойная сиденья, не надо делать. Издевались над одной, над второй. Вы изымаете, изымаете. Переписывайте протокол. Переписывайте комплекторат. Что это за цель, пацаны? Девушки спокойно сидят. Никто не говорит даже ничего. Пожалуйста. Вы по закону. Давайте по закону. Вы 10 здоровых мужиков напали на одну девушку. Вам не стыдно? Чисто по... По-человечески. Вот я вижу, что вы... Там голая девушка, закройте дверь. Да подождите, мы постучим, пусть врач выйдет. Чего вы ланаете? Вы стучите. Вы блокируете работу вообще-то, уважаемые. Это нельзя. Руки уберите. Армен, Армен, снимайте. Нападение на адвоката. У нас здесь обыск. Не препятствуйте молотковой милиции. Обыска обыскивайте там. Обыскивайте. 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 Здесь офис 501. Здесь работают врачи. Когда они закончат работу, вы пообщаетесь с теми, с кем вам надо. А пока что отдыхайте. Так, ну мы зафиксировали, да, включение повестника? Да. Больше надо меньше. Нет, это просто просто сложно. Вот нет, с полицией все-таки как-то проще. Концерт вместе. Что происходит в концерте? Меня не допускают. Никто не снимает. Никто не мешает. Я звоню в Раду адвокатов. Зря вы вот так вот. Подождите, моему клиенту плохо. Зачем вы меня толкаете? Коллега, моему клиенту плохо. Меня не допускает вот этот человек. Молодой человек. Я понял. Я вызываю наряд милиции сюда. Полицию точнее. Будем подавать заяву на то, что препятствование медпомощи, короче. Сейчас фамилии все ваши перепишем. Добрый день. Будьте любезны. Улица Ларисы Руденко, дробь 6А. Извините, 6А. Лариса Руденко, 6А. Вход через бизнес-центр Колизей. Колизей, пятый этаж, 501-й офис. Значит, здесь люди, которые, значит, приехала скорая помощь оказывать медпомощь. Тут какие-то бандиты напали на девушек и там пытаются, короче, ну, всякие незаконные действия при оказании медпомощи. То есть там нападение на девушку. Я адвокат Веременко, сообщаю о том, что на моего клиента произошло только что нападение. Веременко Олег Игоревич. Просто частный адвокат. Да. Александр Викторович, мы хотим написать замечание. Пожалуйста, пишите. Мы хотим написать замечание. Пока мы... Лариса Руденко, 6А. Офис 501. Мне дайте еще ручку, пожалуйста. Придмали. Не, дайте ручку. Я вам не дам ручку. Ну, как это не... Да, ручка моя. Я вам не дам ручку. На мою клиентку, да. Давайте ручку, все. Пожалуйста. Задите вы, не попозите, пожалуйста. Вы, горе. Зачем без этого? Из ручки делать ну что? А из ручки делать ну, потому что вы делаете так. Вы делаете так. Из того, чтобы прийти. Сокономерно. Сокономерно. Как по закону. Описать каждый день.